Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас прям ведро, так скажем. Это тушенка. Здесь почти 600 грамм. И прилично здесь еще и макарошков. Я еще взяла консервированные. Кукуруза. Вот, точно, кукуруза. И напиток. Давайте приступим. Я очень голодная, на самом деле. С утра только тортик поела для Мукбанга, и все. Все. Мамочка уехала, поэтому все домашние дела теперь на мне. Но я как бы не унываю, так скажем. Ничего сложного. Потихонечку, тихо-тихо справляюсь. Проблема в том, что еще надо готовить бабушке. Поэтому немножко сложновато. Еще немного твикс капризничает, если честно. Свой корм он не ест ни в какую. Ему не нравится сухой корм. Ему подавали что-то вкусненькое. Ему очень нравится яичница. Нравится свежее мясо. Так что немного сложно в этом плане. А так привыкаю. Мама ненадолго. Кто переживает, что на Якуке не будет видео, ребят, не переживайте. Видео будут. Не то, что я буду снимать рецепты. Просто мама отсняла два видео. Их я постепенно буду монтировать и выкладывать для вас. И в сообщество обязательно. Кому не выходит рекомендации. Чтобы те спокойно могли посмотреть. Очень сочная тушенка. Прям такая вода. Не то, что вода. Это соус. И он очень вкусный. Я сегодня лохматая. Просто потому, что у меня больше нет утюжка. Купаюсь, ложусь спать. Потом шухером просыпаюсь. Купить тоже особо негде. Вчера встала в 12. У меня такое состояние было. Такое, знаете, сонное. Полусонное ходило весь день. Вы знаете, иногда, когда не досыпаешься, но встаешь рано, у тебя состояние гораздо лучше, чем ты прям спишь до часу. Потом ходишь опухшая весь день. Вчера еще произошла такая неприятная ситуация с парнями, если честно. Я знаю, что вы любите, когда я рассказываю, поэтому я расскажу. Я каждый раз кидаю видео твикса моему парню. Я прикалываюсь, что это твой сын, это наш сын и все дела. И он вроде как поддакивает. В последнее время я начала обращать внимание на то, что он не смотрит эти видео, которые я ему отправляю. Я у него как-то спросила, говорю, вообще мне стоит твикса отправлять, ты смотришь видео? Он сказал, конечно, смотрю. А тут я была у двойного брата. А у них есть кошечка. Вот, я засняла ее на видео и отправила своему парню. Он даже не заметил, что это не твикс. Так как их кошечка очень похожа на нашего твикса, там просто лапки разного цвета. И животик. У Сони животик белый, у моего твикса нет. И, в общем, он не заметил, что это не твикс. Либо вообще не посмотрел это видео. Вот два варианта. Потом, на следующий день, я ничего не говорю ему. Я снимаю еще один ролик, отправляю ему. И в конце ролика задаю ему вопрос. Ролик там максимум на минуту. Я понимаю, что он просто мне отправляет сердечком. Следовательно, он не досмотрел это видео до конца, не услышал мой вопрос и не ответил на него. В WhatsApp есть новая функция. Ну, относительно новая. Можно удалить то, что ты отправил. Я знаю, что у него в галерее не сохраняется ничего. Я, короче, беру, удаляю. Потом задаю вопрос. Ты посмотрел до конца? Он такой, да. Я говорю, а в конце какой вопрос был? Он говорит, нет. Я не посмотрел, что-то у меня дела были. Я планировала это смотреть, но не сейчас. Потом спрашиваю, а вчерашнее видео ты посмотрел? Он такой, да. Так там, говорю, не Твикс был. Он мне объясняет, что он Твикс вообще не видел. Эти две кошечки очень похожи, поэтому не заметила разницу. Но мне, честно, кажется, что он просто не смотрел. Все просто на поверхности. Я как бы не обиделась, ничего скандал не устроил, просто мне как-то неприятно стало, если честно. Я вот, например, очень люблю Твикса. Очень. И мне почему-то кажется, что все должны любить животных. Но я замечала в моем парне, что он не особо любит. Тут дело не только именно в моем котике. Дело в том, что он вообще не фанатеет от кошек, а просто делает вид. Вот, ну, произошло-произошло, как бы ничего такого криминального не случилось. Просто я сделала для себя выводы. Например, я могу отправить видео Твикса, например, Жали. Я знаю, что ей реально интересно. Она реально любит животных. Вот прям. И животные, знаете, прям тянутся к ней. Вот прям, как Жали пришла, Твикс прям сидел, мурлыкал. У нее на ручках. То есть животные это чувствуют. Такая вот ситуация. Ну, я ничем. Бывает. Фигня. Ну, немного подпортила мне настроение. Я-то думаю, я люблю животных. Все вокруг любят. Совсем забыла сказать. В прошлом мукбанке еще хотела сказать. Выложила опять в Инстаграм фотографии моего папочки. Ну, с собакой то, что с хаски. Все столько всего хорошего мне написали. Спасибо вам огромное. Реально. Огромное спасибо каждому, кто написал хорошие комментарии. Мне безумно приятно. Я некоторые даже заскринила, отправила папе. То есть ответ на историю. Я в историю выкладывала. Многие писали, что по его лицу видно, что он очень добрый человек. На самом деле, папа очень добрый. Он вот прям все отдаст. Здесь водичка. Даже не знаю, как ее пить. Такие дела. Так, в общем, в целом, все хорошо. Собираюсь в гости к Жалим. Снять там для вас влог. Как только вот эти меры карантина закончатся, а закончатся они 13 или 14 числа, так сразу я рвану к Жалим. Еще мама уехала. Бабушка, я, к сожалению, не могу оставить одну. Пойдем чуть позже. Будет влог? Обязательно. Мы вообще с Жалим очень сблизились, я вам так скажу. По многих вещах мы с ней похожи. Я могу там голосовые отправлять ей по 5 минут. Я никогда не думала, что мы так прям сдружимся. Могу сказать вам точно, что такого общения мне конкретно не хватало. Вот кажется, что блогер, у нее там, наверное, дохрена подруг, дохрена знакомых. Но это не так. Мы еще, кстати, познакомились с одной чеченкой. Она моя, можно сказать, соседка. И плюс подписчица. Вот к ней тоже, кстати, я собралась в гости. Если честно, когда я рассказываю своему парню о том, что я там с кем-то познакомилась, кому-то хочу пойти в гости, у него сразу такая странная реакция. Зачем? Не то, чтобы он мне запрещает, но не особо он положительно относится к моим новым знакомствам. Не знаю, почему. Такой характер у человека, видимо. Но все мы разные. Я тоже не люблю, знаете, очень много друзей. Потому что, когда много, то есть, ты не можешь каждому уделить достаточно времени, понимания и все дела. как же это вкусно, ребят. Это реально очень много. Прям порция такая, знаете, огромная. Эту водичку я уже допивать не буду. Но они классно прям пропитали этот сок в тушеночке. Так что без мамы как-то справляюсь. Сегодня вот на кухню прибралась. Хотела влог снимать. Вот как я делаю уборку, что, где пылесошу, там мою полы, все дела. Все это хотела заснять. Еще мне в супермаркет надо было сгонять. Потом поставила опросник в инстаграме. Хотите мукбанг или влог? Большинство, конечно же, проголосовало за мукбанг, поэтому я сняла. В общем, как-то так, ребят. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы уже все равно досмотрели это видео до конца, то если вам не сложно, то поставьте лайк и подпишитесь. Всех люблю. Целую. С вами Блайк Эмили. Пока.